Хорошо, в бане я действительно уже четверть века, это не, так сказать, фраза, это буквально, то есть в этом году как раз 25 лет, как я профессионально занимаюсь в бане, имеется в виду. Значит, базовое образование у меня техническое, я электронщик, занимался автоматизацией промышленного оборудования, ну, привода, чипов и прочее, прочее. Ну, это 80-е, 90-е годы, это как раз всплеск интереса к здоровому образу жизни, к эзотерике. И, соответственно, тогда я как раз заканчивал наши еще советские курсы массажа, которые трехмесячные, не наши, это плюс-минус. Это какой год, Николай Николаевич? А? Какой год? Это, ну, массаж-то я закончил где-то в году, в 90-м, наверное, вот. Потом уже, соответственно, закончилась перестройка, началась эпоха дедушки Ельцина, вот, завод разорили, вот. И, соответственно, мне надо было решать, куда направлять свою энергию реализовать. Ну, я не дожидался, когда завод закроется, там уже все просто было понятно. Ну, естественно, я пошел туда, куда был интерес, куда сердце, вот, то есть, навыки массажа уже были, поэтому занимался массажем, занимался биологическими добавками, вот. Особенность биологических добавок, вот, я тем фирмам, ну, естественно, не те, которые, типа, значит, гербалайфа, где продают фактически бизнес. Да, а вот те фирмы, которые занимаются продукцией реально, набором, вот, у них очень мощная была система обучения. То есть, да и сейчас, в принципе, вот, можно у них поучаствовать, не столько для того, чтобы что-то заработать, а для того, чтобы поучиться, потому что приглашают очень хороших специалистов, профессионалов, вот. И вот это тоже дало хороший базис по травам, по добавкам, вот. Много по физиологии давалось там, интересная тема, вот, поэтому вот такая базис был, вот. И уже, опять-таки, по знакомствам старым с людьми, которые занимались тоже здоровым образом жизни, да, когда уже опыт массажистов появился, то есть, начали уже ценить, вот, меня пригласили, команду, которая занималась обслуживанием клиентов в бане, то есть, ну, именно с ЗОЖ, то есть, парение, массаж, вот, мыльный массаж, ну, вот, весь этот комплекс банный, банная спа, вот. Ну, а поскольку я баню всегда любил, да, вот, и к тому моменту так считал себя крутым любителем, ну, у меня, вы знаете, наверное, большинство слышало, что у меня очень высокий порог по температуре, вот, поэтому я легко ее переношу, вот, ну, и я там, конечно, по молодости понтовался, как положено, вот, и, значит, такой крутой любитель, значит, давай я попробую, вот, попробовал, а у меня дыхалки не хватило на один сеанс, значит, пропарить, как ребята парят, там, те профессионалы, вот, ну, естественно, это меня тогда доело, да и, ну, и плюс хотелось, в общем-то, в этом деле совершенствоваться, вот, с тех пор и началась моя банная карьера, вот, потом, соответственно, опытно работался, начал работать самостоятельно, вот, вот, такой путь, ну, а когда уже как-то накопился определенный багаж, начал преподавать, это тоже, на самом деле, очень важная составляющая вашего мастерства, вашего развития, передавать собственное видение, собственное понимание, собственное, значит, умение, да, потому что, когда начинаешь передавать, формулировать, во-первых, начинаешь более четко осознавать, что ты делаешь на самом деле, да, как это у тебя получается, вот, потому что очень многие вещи, они идут на уровне, как бы, автомата, подсознательности, вот, хорошо идёт, хорошо, слава Богу, а как и почему, непонятно, вот, поэтому вот, такие вещи, они тоже очень хороши, и поэтому не стесняйтесь друг другу подсказывать, пытаться объяснить, вот, если видишь, что что-то делает не так, объяснить, что он делает, показать ему, как он это делает, это тоже большая, важная ступень вашего роста, личностного, вот, как профессионала, поэтому, вот, рекомендую. Ну, ещё, наверное, важно, Николай Николаевич, когда ты попадаешь в руки профессионала, да, то есть, и даёшь обратную связь, то есть, мы там говорим про визуальное, а ещё есть тактильное прикосновение, да, то есть, и ты, когда не стесняйтесь говорить, когда, тем более, сами отрабатываем, а вот здесь вот так понравилось, или вот так не понравилось, вот, Серёжа там сказали, скопировал там вот это вот любимое вот это движение, а я говорю, Серёжа, это ощущение, что меня разорвали, вот, разбросал это, они же любят татары, вот это вот это, ну, да, да, там очень много, то есть, это, да, вот, вот это размайкосное движение, то есть, вопрос, как оно ложится, то есть, и понимание процесса здесь очень важно. Ну, да, 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 обратная связь, то есть, и ложиться под веник категорически необходимо, абсолютно необходимо, да, то есть, это сонастройка, это камертон, да, то есть, с этого вы начинаете гораздо лучше считывать, что происходит, когда вы работаете, ну, поэтому абсолютно в этом плане согласен, вот, что, значит, мы должны не только парить, но и всё время быть, ложиться регулярно под веники, это абсолютная, так сказать, необходимость. Игорь Николаевич, такой вопрос, вот сколько надо у человека, человек пришёл с нуля, вот, из твоего опыта, за сколько можно подготовить банщика в месяц, два, три, и какие навыки должны, может быть, у человека, может быть, определённые, или нужны? Значит, навыки нужны, ну, какие? Навык чувствовать своё тело, ну, навык чувствовать своё тело, это основной навык, да, то есть, когда его просишь что-то сделать, чтобы он мог почувствовать, как это делается, да, то есть, ну, естественно, я буду эти вещи показывать и подсказывать, вот, но бывают, как бы, просто реально деревянные ребята, да, которых очень трудно освободить, расслабить, да, поскольку, на самом деле, работа в бане, она построена полностью на пластике, да, то есть, мы должны быть совершенно свободны, все суставы у нас должны двигаться абсолютно свободно, да, вот, ну, то есть, когда я буду говорить уже о технике работы с веником, да, то, что называется питерский стиль, вот, то там основной девиз – не мешайте венику работать, да, а чтобы веник двигался так, как он может и должен двигаться, у нас все суставы должны быть свободны, то есть, мы задаём импульс, а дальше всё остальное делает веник, вот, это, как бы, суть, собственно говоря, движения, ну, вот, тот же самый Дима Добровольский, и он её формулирует по-другому, техника свободного веника, но суть этого, на самом деле, та же самая, да, просто немножко реализация. Ваня Бояринцев тоже, первый ващий. Ну, Ваня-то как раз от меня, Ваню взял, но он молодец, он, в этом смысле, молодец абсолютно, вот, я тоже хоть чего у него взял, ну, это совершенно естественный процесс, вот, и, естественно, что я, вот, то же самое беру, у Рябикова очень много, да, это просто кладезь, вот, из того, что я могу взять, то есть, всегда пытайтесь, не пытайтесь хапнуть всё, берите только то, что вот сейчас вы чувствуете и готовы взять, да, вот, вы почувствовали, вот, о, вот, вот это вот моё, да, это ваше, действительно, оно так и есть. То есть, пробуйте, отлаживайте, вот, включайте в свой арфенал, это самое то. То есть, вам вообще сейчас класс, у вас столько учителей можно, как бы, и всё можно синтезировать, да, не нужно только устраивать компот, да, вот, а постараться взять то, что вот на вас ложится от каждого. Ну, хорошо, давайте теперь перейдём уже, собственно, немножко к теории. Очень много вещей, которые я буду говорить вы в своей жизни, если вы опытные ребята, вот, вы с ними сталкиваетесь, но я уверен, что далеко не все из них вы могли для себя выделить, да, вот. И, с другой стороны, когда мы знаем физику происходящих процессов, нам легче потом разбираться, а что с этим делать, да, то есть, как этим рулить. Поэтому, вот, немножко теории, я думаю, вам не повредит на эту тему. Итак, собственно говоря, значит, с чего надо начать? Надо начать с того, что, чем мы измеряем температуру в бане. Маленький вопрос, да? И мы должны просто чётко для себя понимать, что нам совершенно по барабану, что показывает там этот железный дурак, который на стене мы называем термометр. Температуру мы меряем чем? Своей собственной шкурой, своей собственной шкурой, да, ничем другим. Для нас температура важна только та, до которой нагрелась наша кожа, да, вот. Чем она нагрелась? Паром, воздухом, инфракрасником, вот. Это уже те самые нюансы, которые будут давать те особенности ощущений. Как мы знаем, есть поверхность, слой, который нам защищает немножко дермы. Это, значит, живая кожа, та, которую, естественно, рецепторы, железы, значит, кровеносные сосуды. Поэтому температура на коже, она зависит не просто от температуры снаружи, да, она зависит от того, сколько тепла к коже пришло и сколько от неё ушло. А куда оно может уходить? Значит, оно может уходить, естественно, наружу за счёт излучения, оно может за счёт теплообмена уходить, и может уходить внутрь в наше тело, собственно говоря, для чего мы в баньку приходим, чтобы погреться там, вот. И, соответственно, значит, после этого получить своё удовольствие. Значит, и здесь вот сразу я хочу обратить внимание, да, что, смотрите, тепла, которая может выделиться в процессе конденсации пара на коже в две с четвертью раза, в тысячи раз больше, чем то количество тепла, которое за счёт остывания этого же самого количества пара на один градус будет. То есть вы понимаете, что это совершенно несопоставимые вещи, да, количество тепла, которое приходит за счёт конденсации, и то количество тепла, которое может за счёт остывания, да. То есть именно поэтому, собственно говоря, в саунах, чтобы получить хоть какой-то эффект, и нужно догонять температуру вот до тех самых 100-120 градусов, да, чтобы шкурку хоть как-то текло. При этом, значит, поскольку у нас есть не только, значит, конденсация, может быть, но и испарение, да, то как только у нас, значит, температура повышается, да, выше определённого предела, то начинает сохнуть кожа, и, соответственно, значит, ещё то тепло, которое могло бы прийти чисто от воздуха, оно ещё улетает за счёт испарения, масса этого же тепла. Поэтому, как бы, русский мужик в бане-то, как бы, не случайно впарился, а не жарился, да, потому как сметлив был зевал, наблюдал, что происходит. То есть, влажный порог, он работает гораздо эффективнее. То есть, когда же, собственно говоря, нам, на нас выпадает это божественное тепло конденсата, есть такое понятие точка росы, да, точка росы – это та температура, при которой, собственно говоря, происходит конденсация. И, соответственно, вот от этой температуры в 90% случаев зависит наше ощущение в парной, если мы находимся в русской бане. Соответственно, значит, нам и надо знать, а какая же она, эта точка росы, и как ей, собственно говоря, управлять, потому что всё, что мы делаем с помощью ковшика – это, собственно говоря, управление температурой точки росы. Значит, что происходит, когда у нас роса выпадает, и когда она выпадает? Ну, есть такое понятие «относительная влажность», да, относительная влажность, относительно чего она такая относительная? Она относительно того, сколько может вообще воздуха поместиться в… пара может поместиться в воздух. При температуре, да? А вот самое главное, да, что здесь при разных температурах количество пара, которое может раствориться в воздухе, оно меняется. И чем выше температура, тем больше, и причем это нелинейно растёт, значит, количество пара, которое может в воздухе раствориться. Меняя температуру, при той же самой влажности, мы меняем, значит, относительную влажность. Понятно? Матуру в шпалке, у меня есть значение? А? Матуру в паре. Естественно. То есть это всё грамм на куб. Да? То есть если 10 кубов, то, значит, пол-литра надо, чтобы получить 40 градусов. Чем так хороша, значит, вот эта вот точка росы? Значит, она хороша тем, что, значит, это тоже для себя запишите, поставьте вот такими буквами, да, что это вот основа всего, что мы делаем с паром парной. Значит, температура нашей кожи, она всегда стремится к температуре точки росы. Почему нам так важна эта точка росы? Потому что от неё зависят вот эти вот ощущения. Ну, есть ещё температура мокрого термометра, но это уже, как бы, больше относится к сауне. Хотя она тоже встречается и у нас в русской бане, вот, но там это нюансы, к которым надо влезать уже потом отдельно. Сейчас я вам, может быть, закручивать не буду на эту тему. Значит, и, соответственно, допустим, давайте у нас, значит, точка росы 40 градусов. Что будет происходить с нашей кожей, с нашими ощущениями, да? Температура открытых поверхностей кожи, 31, да? И вот мы с этой кожей 31 градус заходим в парную, где 40 градусов температура точки росы. Что происходит? Ну, воздух начинает остывать на нашей коже. Конденсироваться. И начинает конденсироваться. Начинает конденсироваться, выделяется то самое большое количество тепла, которое у нас при этом возникает. И кожа начинает быстро-быстро-быстро нагреваться. До какой температуры оно нагреется? 37 максимум. Что было только что написано? До 40 градусов. Почему? Потому что как только оно догрелось до 40 градусов, ну, может, там, чуть ниже, поскольку часть тепла уходит в тело, но все равно, то есть, ну, пока не будем в нюансы уходить. Как только оно догрелось до 40 градусов, конденсация прекратилась. Что, человек перестал потеть, что ли? Потеть и конденсация – это совершенно несвязанные вещи. Абсолютно несвязанные вещи. То есть, потеть – это от количества тепла, которое ты принял, насколько ты прогрелся, и как работает твоя вегетативная нервная система. Это вот потение. А здесь чистая физика. Нагрелся до 40 градусов, конденсация прекратилась. Начал остывать, конденсация восстановилась. То есть, все время мы на этой точке и находимся. То есть, нам тепло – это выраженное 40 градусов, на коже – это выраженное тепло, да, такое насыщенное. Ближе к горячести, но еще без жжения. Мы греемся, кайфуем, и все прекрасно, да? Ну, собственно говоря, мы в парную-то ходим, чтобы немножко шкурку попекло, по крайней мере, многие. Сколько нужно? Нужно 45 градусов, да? Это медики как бы установили. 45 градусов где? На коже. На поверхность. Ну, да, естественно, на коже. Я только о коже говорю, не о ядре. Поэтому, значит, что нужно? Нужно еще добавить парку. Поднялось. Значит, вот было 40 градусов, да? Вот, температура точки росы. И нам, кстати говоря, совершенно без разницы. Сейчас 75 или 40 градусов. Все будет играться только, как бы, относительной влажностью, да? Если у нас 75 градусов в парной, но при этом 20% влажности, то мы будем те же самые 40 градусов на коже иметь, да? Потому что конденсат начнется вот именно в этой точке, да? Значит, если у нас, сколько тут, 55 градусов на 50% влажности, то те же самые 40 градусов будет, да? То есть... 55 на 50, да, вот. Соответственно, а если у нас уже 45 градусов всего лишь, то есть мы получаем уже близко к хамаму, вот, 80%, вот, будет те же самые 40 градусов, да? То есть... А если мы добавили парку, да, хотим там 50 градусов, это... Ну, вот, я на самом деле люблю, чтобы эти вещи можно было попробовать тоже живьем, да? То есть, вот, как я термометр... В ограниченном диапазоне можно сказать так, что произведение температуры на влажность должно давать определенное значение. То есть, если у нас 100, 50 на 50, например, 50 градусов на 50%, это девячая баня, это 37 градусов температура точки росы, то есть тепло, в основном больше греется изнутри человек, чем снаружи, вот. То есть, кайфушечка, особенно если инфракрасное излучение вокруг благодатное, то есть расслабиться, отдохнуть, понежиться, самое то, то есть... Вот. 110, да, это оптимум для большинства народа, да, то есть, например, 50 на 60, да, или 60 на 50, вот. Это оптимум для абсолютного большинства народа, вот. И 120, 60 на 60, да, ну, условно, это то, что называется золотой стандарт Столивара. Это ситуация, когда под веником уже кряхтят даже, как бы, закаленные мужи, вот. Это, как бы, любимый мой, так сказать, уровень. 60 на 60, последний? Да, 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 60 на 60, 120, что ли? Это вот плюс-минус трамвайная остановочка, вот, это такие базовые значения, с которыми имеет смысл играться. Крайне рекомендую. Пройти, проделать такой опыт, да. Значит, берете какую-то баклажку большую с водой, да, вот. Желательно сначала насыпать туда льда, да, подождать, когда она там начнет, хорошо остынет, лед будет таять, вот. Опускаете туда руку, вот, значит, ладонь. Соображаете, что вы чувствуете, да, какое ощущение вы получили. Записываете, вот. Потом тоже самое локоть. Записываете. Потом смотрите на термометр, сколько это температура, да. То есть, оставляете такую табличку ощущения температуры. Добавляете туда теплые водички. Снова опустили. Подумали, что вы получили, какое ощущение. Записали, да. Вот. Посмотрели на термометр, записали. И таким образом повышаете, повышаете, повышаете температуру. Вот. Вплоть до такой, когда, значит, больше пяти секунд держать в воде. Не сил нет, да. Вот это будет ваш. Вы отторируете свой собственный, любимый, дорогой термометр, да. Вот заодно узнаете, что разные части тела воспринимают тепло по-разному. Для чего нам нужна температура и влажность? Ну, вот 120-110. Что нам дает влажность? Значит, возвращаемся к тому большому плакату, про который я говорил. Что температура на коже стремится к температуре точки росы, да. А влажность, значит, в парной определяет, собственно говоря, температуру точки росы. То есть, меняя влажность в парной, мы меняем температуру точки росы. Вот. И, соответственно, мы меняем все ощущения, которые могут происходить. Это просто такое совпадение, что наша кожа стремится к точке росы. Это не совпадение, это физика. Физика. Ну, я говорю, совпадение. То есть, это не потение, это ничего, просто вот так организм у нас построен. Ну, так наша Вселенная. Да, она не своя точка росы, правильно? Нет. Везде точка росы зависит исключительно от соотношения температуры и влажности. Значит, у нас есть терморецепторы, которые ощущают холод. У нас есть терморецепторы, которые ощущают тепло. И у нас есть болевые рецепторы, которые говорят, что, парень, ты попал в ситуацию, которая может тебе навредить. Будет опасно для твоего организма. Это болевые рецепторы. Причем, вот болевым рецепторам, совершенно по барабану, в какую сторону мы попали, в холод или в жару, они реагируют одним и тем же способом. Какое ощущение боли по температуре, от температуры? Ощущение? Жжение. Совершенно верно. Жжение. И поэтому нам совершенно по барабану, организму, в жару мы попали или в очень сильный холод. И поэтому, если мы выходим за порог, болевой порог по низкой температуре, например, начиная ниже 7 градусов, включается вот этот болевой порог. То, ныряя в прорубь, значит, там где 4, там 3-4 градуса вода, мы чувствуем не просто холод, а мы чувствуем холодное жжение. То есть, ну, а причем это так, тоже нюанс, опять-таки, который вам тоже полезно знать, поскольку контрастами вы занимаетесь, да, вот. То, значит, вход в воду с температурой 10-12 градусов более сложен, чем при температуре, там, 4 и ниже градусов, да, то есть, ну, ниже 7 градусов, потому что порог болевой. Почему? Потому что до 10-12 градусов – это ощущение холода, ощущение холода, организм здесь поджимается, да, то есть, холод, значит, надо закрывать сосуды и так далее, да, вот, сжимаются мышцы, вот, и это некомфортно. А когда мы опускаемся вот в это 4 градуса, получается, что там вроде бы и холод, и сжет, и что делать организму, он совершенно не понимает. И поэтому вот это восприятие, оно оказывается, вход в эту температуру оказывается легче, чем просто в холодную воду. Ну, это так. Если заниматься, то сразу в 4 градуса дойдет. Да, лучше похолоднее сразу, легче будет. Ну, это отдельная тема, как работать с таким, со стрессом, с тепловым стрессом. Как бы, здесь мы об этом не сможем, не впихнем, не впихнем, впихуем ее. Вот, значит, поэтому, собственно говоря, начинается нейтральное состояние, вот, с 31, да, то есть, вот, на коже, да, то есть, для этого температура в помещении, ну, как бы, в сухом виде, это должно быть порядка, там, 22-24 градусов, да, вот, как обычные санитарные нормы. Ну, если мы хотим погреться, да, значит, по крайней мере, значит, температура вокруг нас должна быть выше, чем температура на коже, да, то есть, мы знаем, что тепло распространяется от более горячего к более холодному, значит, снаружи должно быть теплее. Вот, то есть, начиная практически с температуры 31 градус, мы там уже начинаем греться изнутри, и нам уже, в принципе, может быть тепло, да, вот. Вот, ну, если вот так вот, я уже говорил, что 37 градусов, это первый уровень хорошего, глубокого прогрева, да, ну, это скорее прогрев на уровне того, как мы греемся под одеяло, да, вот. То есть, внутреннее тепло идет, а наружу оно, как бы, уходить выше 37 градусов не может. Следующее ощущение, которое есть, это ощущение, что уже тепло, не просто тепло, оно горячее, да, то есть, ощущение, этот нюанс, который, вот, очень полезно выделять, да, когда, когда насыщенное тепло, например, да, и когда уже горячо. Ну, горячо, но еще нет жжения, вот. Это вот диапазон где-то от 39 до 40, там, 3 градусов приблизительно, то есть, вот, в этом диапазоне разная степень горячести у нас на коже, да, то есть, вот, я рекомендую эти все вещи потом для себя пробовать, когда уже в парной начинаете играться, да, обращайте на это внимание, на эти вот нюансы. От 30, от 40, где-то 3, там, до 45, вот, появляется первый момент жжения, да, то есть, это я называю пар с перчиком, да, то есть, ну, это, я все говорю, ощущение на коже, да, температура на коже, вот. И все, что выше 45, это уже разный уровень экстрима, да, то есть, там уже пар идет более выраженный, да, то есть, там уже можно с какой-то степенью, значит, прокаливание человека делать, да, вот, и максимум того, что, а, ну, в одном месте постучал, значит, соответственно, это место поглубже прогрел, и получается, что там уже, как бы, вот это вот жжение, оно останется на более долгое время. Да, оно ушло в глубину, и рецепторы уже успели прореагировать на эту тему, значит, капилляры успели более сильно открыться, и это место, оно будет, как бы, неопределенным образом выделено в ощущениях, вот. Это потом, ну, тоже я рекомендую, на самом деле, давать вот эти вот нюансы вашим гостям, да, то есть, вот вы человека пропарили, да, потом, спустя какое-то время, вы знаете, что вы, на что вы обратили внимание, на какие акценты вы, значит, поработали, на чем вы поработали, и потом вы просто привлеките внимание, а как ножки? Ну-ка, почувствуй, что там сейчас. А как у тебя поясничка? А что, ягодички, как себя чувствуют? То есть, это такое, достаточно интересное и богатое ощущение, пост-ощущение человека, то есть, он не просто вот как медуза, там, или, наоборот, там, чаек пьет, о чем-то болтает, да, вот. А, значит, прислушался, о, действительно интересно, интересно, и я вам это тоже рекомендую, это тоже богатая тема в ощущениях с баней, вот. То есть, на самом деле, баня – это смена ощущений, в первую очередь, да, вот, и из-за этим уже последует все остальное, релакс, освобождение и так далее, кайф, все-все-все, что только можно на эту тему. Ну, значит, ну и вот, 50 – это, собственно говоря, максимальная температура в большинстве случаев, когда можно длительно работать на каком-то месте. Ну, длительно – это имеется в виду, ну, там, секунд до 15. 15 секунд – это, ну, во время. Ну, я обжечь 16 минуты. Четверть минуты, да? Поверность можно обжечь все-таки. Ну, если, это, а вот здесь уже важно чувствовать, либо иметь обратную связь от человека, когда он ведет, да, вот, сколько ему в этом месте, когда на экстриме – это абсолютно нормальная тема, да, когда ведет, собственно, тот, кого парят, да, в экстремальных ситуациях. То есть, он попросил, дайте мне горячее, ты берешь удара, когда тебе было достаточно, да, 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 совершенно верно. Ну, в основном, это так оно и происходит уже заранее, как бы, даже без вербулировки. У вас так происходит автоматически? А вот он сказал, достаточно, что надо уйти в другое место, или можно, можно, верь, прислать и поддержать? Припарить. Значит, как правило, значит, заканчивается так – печатай. Раз, еще к этому времени дал, как бы припечатал, отдал это тепло, и потом протер. Ну, об этом мы будем отдельно. То есть, 50 градусов мы можем подолбить в какое-то вот, в одно место. Вот, если выше температура, то там уже в одном месте останавливаться нельзя, да, то есть, там, либо мы, как бы, гоняем порог по верху, да, вот там, либо растирочками занимаемся, либо венечек все время гуляет очень быстро. В одном месте, два удара в одно место быть уже не должно быть, потому что это будет дискомфорт, это будет уже ожог. Поэтому вот тот диапазон, на самом деле, с которым мы имеем дело. И здесь как раз крайне важный элемент, абсолютно, ну, собственно говоря, все, что мы делаем веником, построено на 99% именно на этом. Значит, все, что до этого там говорилось, это говорилось средняя температура по больнице, да, а вокруг нашего тела всегда есть такая прослойка, которую мы называем тепловая рубашка. То есть, часть пара, которая была в воздухе, здесь сконденсировалась, соответственно, влажность воздуха возле тела понизилась, да, вот. Часть, этот воздух же одновременно остыл слегка, да, соответственно, значит, его температура тоже понизилась. То есть, если мы сидим и не шевелимся, или лежим и не шевелимся, то над нами вот сформировалась эта рубашечка, и то, что там снаружи, оно очень относительно мы его чувствуем. Но как только мы веничком махнули, как только мы эту рубашечку сняли, вот тут вот прилетает то самое родное, любимое, да, то, что мы делаем. Самый простой способ ощутить, если ты сам не ложишься под веником, это просто махнуть рукой, да, вот. То есть, пока рука стоит, одно ощущение, махнула рукой, ощущение уже совсем другое. Мы это сделаем, естественно, парной попробуем. Заодно, как бы, самый простой способ ощутить, что у нас сейчас в парной, значит, сауна или русская баня, это то же самое, махнуть мокрой рукой. Если рука станет охлаждаться, значит, сауна. Если рука нагреется, значит, баня. Ну, почему? Потому что если начнет при взмахе сохнуть, значит, будет остывать, поскольку тепла много отбирается. Поэтому, когда пытаются парить при 100, ну, даже при 85-80 градусах, по факту, махая веником, мы человека охлаждаем, потому что мы, как бы, усиливаем испарение, да, ну, это имеется в виду, если на мокрой коже, вот, а тем более мы еще и охлаждаем веник, да, за счет того, что он гораздо сильнее испаряется, за счет того, что мы им мажем. Поэтому парение при 80-85 градусах – это эрзац. Это уже не баня, это, так, баловство. Значит, с организмом происходит много неприятных вещей, вот, поэтому заниматься садахмазой в этом самом сауне я не рекомендую. Ну, мы же пришли в русскую баню, поэтому давайте не уходить туда, в эту тему. То есть, на самом деле, и чем выше температура, вот почему я 60 говорю, наибольшее богатство ощущений, оно именно на этой температуре. Чем выше мы уходим, тем меньше диапазон этих ощущений, потому что мы, чем выше температура, тем легче мы выскакиваем в зону испарения, да, то есть, мы за счет конденсации нагрели до 40 кожу, да, а там 70, она же пытается нагреть кожу, да, соответственно, значит, уже вместо испарения мы попали в зону конденсации, вместо конденсации попали в зону испарения. А там изменения плюс-минус, оно очень незначительное, то есть, вот эти вот нюансы, которые можно буквально от одного грамма меняется, значит, ощущение, да, как бы изменение на градус на кожу, это очень, это три ступеньки, да, то есть, у нас кожа может различать 0,3 градуса по температуре значения, да, поэтому изменение на градус, это уже больше, чем три ступеньки, да, и это все очень хорошо чувствуется. Полезно потеть вообще? А? Полезно потеть? Потеть, конечно, полезно. Или полезный конденсат же был? Одно другого не исключает, да, но когда мы потеем с конденсатом, то мы смываем этот пот, да, смываем эту грязь, смываем все, что там выделяется, а когда мы потеем с испарением, то все это у нас на коже и, значит, выпадает. Вот дополнительный минус этого удовольствия. Вот работа веником, можно резко взмахнуть и содрать с него всю эту тепловую рубашку, получить такой вот резкий, например, шок, да, если там разница была большая, да, вот, можно наоборот взять и разбить этот ее таким вот, вот, будут совсем другие ощущения, да, вот почему, собственно говоря, вот нужен такой набор различных техник движений, не просто потому, что, значит, вот я хочу попандоваться, показать, какой я, что я умею, да, а вот именно для того, что каждое из этих движений, каждое из этих приемов, они даются особенность, как бы, взаимодействия с паром. Ну и, значит, теперь еще очень важная ситуация, да, как бы на этом сейчас я пока тему ощущений на коже закрою, вот, сейчас вот будет часть, это восприятие пара по дыханию. Опять-таки я рекомендую эту тему, значит, она у меня звучит отдельно, да, секреты вкусного пара, да, то есть, поскольку дыхание ассоциируется все-таки с запахами, а запахи ассоциируются со вкусом, да, то, вот, соответственно, значит, здесь такое ощущение. Вот, как я обычно говорю, значит, как определить качество подготовки парной. Если заходишь в парную, делаешь вдох, кайф, нет, значит, воп, значит, попал, а? Нет, же, да. Нет, ну, просто вот реально вдохнул, и тебе в кайф. Значит, все, это будет парная удалась, уже можно знать, что парная удалась, да, вот. Ну, а что, собственно говоря, происходит, когда мы вдыхаем, да, в зависимости от уровня влажности. То есть, опять-таки, от температуры точки росы. У нас внутри на слизистой 37 градусов, да, ну, плюс-минус трамвай на остановке, 37 градусов, да. Если у нас температура точки росы ниже, 37 градусов, то вдыхая, мы сушим свою слизистую, да, вот. То есть, если зашел, вдохнул, и, а, значит, рот немножко остыл, и появилась сухость, значит, ну, мы находимся вне зоны русской бани, сразу, по дыханию. Да, это сауна, да. 5% влажности может менять дерево в зависимости от влажности в парной, да, 5%. Что такое изменение 5%, изменение влажности дерева на 1%? Это каждый 100 килограмм дерева, на каждые 100 килограмм дерева. Изменение на 1% – это литр воды. То есть, вы сбросили литр, литровый ковшичек, влажность начала повышаться, дерево... где пар? Да? Вот. И поэтому, если мы, вот, пытаемся начинать парить сразу же в сухой просушенный парной с сухим деревом, кидать будете чуть ли не каждую... И вот кидаешь, нет пара, кидаешь, нет пара, кидаешь, нет пара, кидаешь, а дерево наелось. А ты кинул уже хорошо. Ага, и вот тут пришло. Бывало? Да. Там влажность, по-моему, где-то часа через лак получаются. Теперь поняли, почему, да? А влажность просто, если просто влажность, то без пара. Совершенно. Надо, значит, предварительно парную напитать. Дерево предварительно напитать. Каким образом? Каким образом? Лучше, калонный или цепок? Значит, если мы хотим напитать дерево именно влагой, то нужно горячей. Значит, здесь, если обливать стены, то делается так. Значит, пришел, облил, или распылителем, или с веника, там это уже зависит от того, что у вас есть. Значит, закрыл и вышел. Если печка такая, которую не зальешь, ты точно знаешь, что можно просто накидать на этот самый, на каменку, так, чтобы там аж туман сел, присел и выскочил. Чтобы просто дерево все это дело впитало столько, сколько оно может впитать. Что тогда будет потом? а потом будет очень хорошая вещь. Оно выйдет на какую-то вот такую среднюю, характерную для данной парной уровень. Ты подбросил, значит, пар начал повышаться, дерево немножечко, немножечко взяло. То есть, у нас не вот так вот выскочил приход пара, а пришел вот так вот. Потом начал порог уходить, на нас конденсируется, в вентиляцию уходит. Дерево начало подсыхать и отдает эту влагу. Соответственно, у нас не падает влажность резко, да, а она растягивается. Поэтому вот хорошо подготовленное, напитанное влагой дерево, оно как раз очень хорошо нам растягивает нашу работу с паром. То есть, не надо постоянно бегать с ковшиком вокруг, не вокруг клиента, а вокруг ковшика прыгать. Дерево само по себе становится теплым, оно начинает как бы излучать. Это отдельная тема, да, инфракрасное излучение. То есть, то, что я вам рассказываю, оно помогает вам настроиться на какие-то вот особенности, на какие-то нюансы, да, а потом все это вам нужно самим обязательно считывать, скушивать, пробовать, нюхать, дыхать и так далее. Вот давайте по дыханию снова закончим тему по дыханию. Значит, что получается? Если зашел, вдохнул и, значит, ни тепла, ни влаги, ничего не изменилось, да, вот, то получается, что приблизительно сейчас, в этой парной, те самые 37 градусов точка расы, да, то есть, пар нейтрально идет, он не нагревает, не охлаждает, не увлажняет, не сушит, все нормально так, нейтрально, вот, нейтральное отношение. А если у нас больше там влажности, что получается? Точка расы 40 градусов, например, да, мы вдыхаем, что мы должны почувствовать? да, начинает конденсат и одновременно с этим нагревается, да, то есть, мы при вдохе чувствуем, что у нас согревается рот, да, зерк, и увлажняется, вот, согрелся, увлажнился, раз так, значит, тот воздух, который мы вдыхали, он подсох и остыл, да, и дальше он идет опять нейтральным, никаким, да, то есть, это вот такое вот при вдохе, если согревается, полость рта, скорее всего, это приблизительно около 40 градусов, тем точка расы, вот, ну, я не знаю, не мой термин получился, но, видимо, у человека, который описывал это ощущение по дыханию, значит, он вспомнил теплый бабушкин платок, этот самый, пуховой, и он назвал его пушистым паром, вот этот вот, он действительно такой вот, он легкий, согревающий слегка, вот, увлажняющий, вот, повышаем еще влажность, соответственно, часть пара у нас, значит, ну, точка расы повысилась, там, до 40, допустим, 2-43 градусов, значит, во рту часть сконденсировалась, нагрелась, вот, но часть еще осталась на то, чтобы у нас сконденсировалась в трахеи, да, значит, и раз там начинается фотография, то, значит, вот, тепло у нас уже доходит вот досюда, вот, и вот одновременно с этим ощущением, когда у нас тепло, да, там же в это время происходит конденсат, да, а конденсат, он же всегда мелкими-мелкими-мелкими такими вот капельками, и любая поверхность, которая вот такими вот мелкими-мелкими ворсинками, она дает ощущение бархатистости, вот, и поэтому при вдохе реально ощущается, что увлажняется, значит, трахея, и пар действительно ощущение бархатного, его так и называют, бархатный пар, вот, то есть, это вот, если вы будете рассказывать своим гостям, да, и давать попробовать, вот, у них половина занятия, уже будет половина нахождения первого прогрева, уже, они, наконец-то попадут в парную, не будут думать, что там, значит, жене купить, да, или, как этот, зараза поставщик меня подвел, да, он, наконец-то попадет в парную и будет реально чувствовать, что сейчас происходит, да, вот, это первая задача, привести человека в парную, потому что часто смотришь, крутушка здесь, а он там неизвестно, где бродит, поэтому вот эти вот все нюансы, они очень полезны для общения с вашими гостями, понимаете, вот, и, то есть, вот такое вот ощущение, да, это реально бархатный пар, то есть, и на этом пару как раз хорошо парить, то есть 42 градуса, это уже горячо, но еще не жжет, вот, если выше, вот, то возникает ощущение, что это доходит до бронхов, и здесь такая интересная штука, вот бронхи, они на самом деле, в отличие от альвеол, от легких уже, они тоже любят согревание, тоже любят увлажнение, и вот такое возникает ощущение, что вот этот пар хочется больше, больше вдыхать, вот, как этот народ смеется, да, я сам так же говорю, что хочется ножом резать и ложкой есть, вот, его так называют богатый пар, поэтому вот такие нюансы, я рекомендую вам отслеживать, да, и потом, если вы будете об этом рассказывать, как бы, своим гостям, то вы, как бы, в их глазах будете расти над собой, поэтому это очень полезно, но это крайне важный момент, да, это крайне важный момент, на самом деле, действительно, значит, потому что, собственно говоря, ну, это вот то же самое, то, с чего я начал, наше внимание, это узкий луч, да, вот, и мы видим только то, на что наше внимание направлено, да, и если мы вот сейчас там где-то, или с кем-то там базарим, то здесь его просто восприятие, то, что вы ему даете, где-то там на подсознании, что-нибудь там какой-нибудь результат будет, да, а если он сейчас вот здесь впитывает, то тот эффект, который именно психологического уровня, да, душевного уровня, психология, это наука о душе вообще-то, на самом деле, это ее потом немножечко постарались заматерилизовать, вот, тем не менее, как бы, это работа с внутренним миром человека, это гораздо важнее, чем просто работа со шкуркой, и с ушкой, мы должны, как бы, привлечь внимание, и, и, где же у него, здесь, да, и вести, да, вот, этим образом, вот, как бы, наличие вот таких инструментов, это крайне важная тема, да, то есть, на самом-то деле, мы все-таки работаем не с тушкой, да, вот, и поэтому, вот, взаимодействие с человеком, и уровень вашего, как бы, вашей компетентности, он в этом тоже вас поднимает, и он создает определенную ауру надежности, ауру безопасности, да, то есть, доверие, да, 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 то есть, человек начинает вам доверять, соответственно, результативность того, что мы делаем, соответственно, существенно поднимается, да, поэтому, такая вот тема, но я вам скажу, ребята, если вот вы не будете входить в это своей душой, своим интересом, откликаться внутренне, вы уйдете, то есть, никакие деньги, какие бы они ни были, да, они не компенсируют ту затрату, которую парная в себя берет, она очень требовательная, такая штука, да, вот, если нет отдачи, вашей, то нет обратной отдачи, да, и она у вас высосет, я завершаю, как бы, ступеньки, значит, пара подыхания, то, что называется, тяжелый пар, да, то есть, душно, сердечко подпрыгивает к горлу, трепещется, как овечий хвостик, вот, и хочется единственное, отсюда скорее смотаться, да, вот, это вот тот самый тяжелый пар, вот, но на самом деле, до такого тяжелого пара бывает, очень редко попадает, да, это такой, непрогретый, сырой парной, там обычно такие вещи бывают, вот, а чаще всего все-таки тяжелый пар, это просто спертый в утро, то есть, это вопрос вентиляции, сейчас мы в него глубоко уходить не будем, просто, как бы, имейте это в виду, то есть, вентиляция в бане крайне важна, и почему она еще важна, и почему, значит, вот, не стоит температуру высоко задирать выше 60 градусов, вот, дело в том, что, открою страшный секрет, воздух от нагревания расширяется, вот, и вот, если здесь у нас сейчас, в каждом кубическом метре, приблизительно, кило двести, воздуха, вот, то в парной, при 60 градусах, там всего один килограмм, в кубическом метре, то есть, 20 процентов, чумно, распределяется, разошлось, да, то есть, я смотрел специально по таблицам, да, значит, плотность воздуха при 60 градусах, приблизительно, эквивалентна, по таблице, плотности воздуха на высоте 2000 метров, то есть, вот, один фактор, который не учитывается очень часто в парной, это фактор, значит, умеренной гипоксии, да, вот, с другой стороны, куда ездят спортсмены, чтобы повысить свой функционал перед соревнованиями, в город, да, получается, банщики хорошие, альпинистые будут? Получается, у банщиков есть опыт, как бы, гипоксии, да, который улучшает их кровоснабжение, да, улучшает кровотворение и прочие-прочие вещи, да, то есть, это один из факторов, который, на самом деле, является важным фактором бане, поэтому, когда спешат человеку дать скорее-скорее подышать, да, там, вторичный, значит, второе дыхание, еще что-то, еще что-то в этом духе, то немножко человека обкрадывают, на самом деле, то есть, важный тренирующий фактор, вот этой вот, умеренной гипоксии, он, значит, уходит, да, но вот, смотрите, если мы повышаем температуру еще выше, то плотность воздуха еще ниже, то есть, при 90 градусах уже плотность воздуха эквивалентна высоте 3300 метров, почему в сауне тупо душно, потому что там плотность воздуха существенно ниже, вот, и плюс еще нагреваются легкие, как мы уже говорили, да, за счет вдоха горячего воздуха легкие нагреваются, и усвоение кислорода ухудшается, да, то есть, поэтому еще один фактор, почему не стоит завышать температуру парной. значит, стоит, не стоит человеку подышать, это надо смотреть по его функционалу, да, то есть, если он переносит парную адекватно, хорошо, то лучше не облегчать ему жизнь, вот, потому что на самом деле мы не облегчаем ему жизнь, а мы его немножечко обкрадываем в плане эффектов, которые баня ему дала. Он делал старое дыхание в палетре или нет? Вот я о чем сказал, что если это для неподготовленного человека, для новичка лучше давать второе дыхание, а для человека, который уже к парной привычен, да, у которого наработана тепловая выносливость, я бы не давал. Там говорят, а как правильно? А что вы хотите получить? Вопрос-то должен быть сначала, а что вы хотите? Да, потом уже, исходя из того, что вы хотите, то и выстраивается, да, ведь тот же Ляхов, он тоже любит длинные процедуры, и правильно, и отлично, да, там, с отдыхом, с поворотами и так далее. Это совершенно не значит, что вот это правильно, а это неправильно. Вот это вопрос целесообразности выбора, и еще это насколько ложится на конкретного исполнителя и гостя, да, ведь это тоже очень важное соотношение. Перейдем уже к теме, собственно говоря, техники работы с веником и построения сеанса, да, и прежде чем, собственно, к этому перейти, значит, я могу сказать, что у меня, конечно, есть стандартные как бы сеансы парения, да, и их можно посмотреть, вот так же Хаиров хорошо снял, как бы этот весь сеанс своего последовательности. Значит, здесь зачем вообще имеет смысл и кому имеет смысл учить последовательность? Алгоритм. Учить алгоритм, да, для чего он нужен? Он нужен только для того, чтобы освободить мозги от мыслей, а чтобы дальше сделать, да, вот, потому что, значит, ну, после того, как мы научили руки работать так, что они работают, как бы, в зависимости от нашего желания, а не мы за ними следим, как с ними, как они должны работать, значит, мы освобождаем мозги от рук, да, вот, второе, что нам важно, надо освободить мозги от мыслей, а что бы там следующее сделать, да, то есть, вот для этого, собственно говоря, и вот есть этот алгоритм, да, это костыли, это костыли на первое время, чтобы не думать, а что дальше, да, они нужны ровно до того самого момента, когда вы, а, все-таки это выучили, и теперь у вас последовательность идет автоматически, да, и, б, вы, наконец-то, у вас хватило внимания на то, чтобы посмотреть, а что же там происходит-то, а что я, собственно, я там делаю-то с человеком, да, вот только тогда, когда вы начали видеть, что вы делаете, да, когда вы включились в состояние того, что происходит, да, вот в этот момент вы вдруг начинаете чувствовать, что вот здесь надо немножечко задержаться, а вот здесь хочется сделать вот так, так вот и делайте, и фиг с ним теперь ваши, вот эти костыли, бросайте их, вот, делайте по ощущению дальше, вот, потому что все равно алгоритм, он никуда не денется, он уже есть, он уже будет работать, да, но в него вы теперь можете вложить себя в этот момент, вот только тогда начнется парение, то есть до всего, вот, до всего этого это было махание вениками, да, там еще очень много моментов, которых нужно правильно махать веником, правильная последовательность, правильное касание, правильные переходы, правильные паузы, правильные ритмы, это все, вот, это ремесло, но если у нас нет ремесла, никогда не будет искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова